Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, мы продолжаем наши лекции по истории России. Сегодня мы с вами поговорим о социально-экономической политике советского руководства в ходе Горбачевской перестройки. Когда у нас говорят про Советский Союз, особенно те, кто Советский Союз не любят, в качестве основного аргумента они приводят тотальный дефицит продуктов в Советском Союзе. Они говорят о пустых полках магазинов, о том, что ничего невозможно было купить и даже приводят достаточно страшненькие фотографии, до сих пор гуляющие по интернету. Да, действительно такое было, но это все существовало в последние годы существования Советского Союза в ту самую перестройку. И вот о том, как мы дошли до жизни такой, до категорически пустых полок магазинов, до первых советских миллионеров, до экономического краха, мы с вами сегодня и попытаемся поговорить. Итак, не секрет, что к тому моменту, когда Михаила Сергеевича Горбачева избрали генеральным секретарем коммунистической партии, в нашей экономике не все было хорошо. Были и серьезные коррупционные скандалы, был и определенный дефицит, особенно товаров ширпотреба. Однако самой серьезной проблемой было замедление темпов экономического развития. Мы развиваемся медленнее и все больше и больше становится отставание в технологиях Советского Союза от ведущих стран с Запада. Это, конечно, не могло не волновать советское руководство. Неудивительно, что еще Юрий Андреевич Андропов говорил о необходимости ускорения. Когда в апреле 1985 года на пленуме ЦК КПСС, на первом своем пленуме Михаил Сергеевич Горбачев объявляет курс на ускорение социального и экономического развития СССР, никто удивлен не был. Действительно, мы должны были ускорить свое развитие. Правда, в том 1985 году это ускорение полагалось провести достаточно традиционными для советской экономики методами. Во-первых, это должно было быть обеспечено за счет технологического перевооружения нашей экономики. Главной, основной, базовой отраслью объявлялась машиностроение. И советские руководители считали, что увеличив капиталовложения в машиностроительную отрасль, создавая новые машины, механизмы, приборы, мы сможем дать толчок всей экономике целиком. Конечно же, здесь должны были сыграть свою роль достижения научно-технической революции, которая предлагалась всемерно внедрять в нашу экономическую жизнь. Ну и, наконец, особый упор был сделан на развитие так называемого человеческого фактора. Не секрет, что в брежневские, особенно в поздние брежневские времена, и уровень трудовой дисциплины, и уровень качества нашей продукции всерьез упал. Поэтому неудивительно, что человеческому фактору повышению, так сказать, ответственности людей за производимую ими продукцию уделялось очень серьезное внимание. Все вот эти вот идеи вылились в ряд мер, которые должны были обеспечить нам вот это самое ускорение. Ну, во-первых, рассудили, что не очень логично, что многое из нашего оборудования работает непостоянно. С подачи наших высоких руководителей многие предприятия Советского Союза переходят на многосменный режим работы. Закупленное за рубежом импортное оборудование или наше советское оборудование должно было работать постоянно, постоянно. Поэтому на заводах начинают работать в две, в три смены, и это становится обыденностью. Серьезное внимание уделялось укреплению трудовой дисциплины, введением в дело различных рас предложений, рационализаторских предложений, которые должны были повысить производительность труда. Предлагалось усилить социалистическое соревнование, то есть мы в данном случае видим вот традиционные для позднего СССР такие призывы к совести человека, попытка надавить на массовое сознание, по большому счету, без привлечения каких-то собственно экономических методов стимулирования. Серьезной проблемой в этот момент было ухудшившееся качество нашей продукции. Даже если на какой-то продукции советской промышленности стоял знаменитый советский знак качества, который все в тот момент знали, это не факт, что продукция действительно будет качественной. Поэтому взяли пример с нашего военно-промышленного комплекса, где как раз проблем с качеством не было. Многие посчитали, что это связано с тем, что в военно-промышленном комплексе СССР существует так называемая военная приемка, то есть независимые от предприятия комиссии, которые должны были контролировать выборочно качество производимой продукции и жестоко карать бракодилов. С 1986 года вот этот жесткий контроль качества вводится и на предприятиях, что называется, мирных. Это получило название государственная приемка. Госприемка, специально созданный орган, комиссия, которая должна была контролировать качество, браковать брак, не допускать его в продажу. С мая 1987 года вот такая госприемка вводится в массовом порядке на более чем полутора тысячах предприятий Советского Союза. Конечно же предполагалось, что госприемка от руководства администрации того или иного предприятия зависеть не должна. Это был орган, который подчинялся, как сегодня сказали бы, федеральным органам, высшим советским органам в Москве, а не директору завода. Но при этом определенные рычаги у директора завода все-таки оставались. Если взять документ о введении госприемки, там например сказано, что директор завода обязан обеспечить комиссии по госприемке, соответствующие жилищные условия, социальное и медицинское обеспечение. И вот тут у директора завода уже были развязаны руки. Не случайно у нас в советских юмористических журналах того времени, типа крокодила, появлялись карикатуры, в которых вот эти вот госприемщики оказывались в состоянии определенной зависимости от директора. Программа госприемки дала такой двойственный эффект, точнее эффект от нее был не такой, который ожидали. Ожидали многого, однако рывком вот качество все-таки не поднялось, тем более, что уже где-то через пару лет про эту госприемку фактически забыли, потому что было, ну, откровенно не до нее. Другим методом поднятия советской экономики стали административные кампании середины 80-х годов. Наверняка все слышали про начавшуюся с мая 1985 года знаменитую Горбачевскую антиалкогольную кампанию. Вообще-то она была вызвана серьезными социально-экономическими причинами. Потери от алкоголизма на советском производстве исчислялись даже не миллионами, а миллиардами рублей в год. Потребление алкоголя в позднебрежневском СССР в конце 70-х, в начале 80-х было запредельным. Более 10 литров чистого алкоголя в год на человека. Это адовая цифра, соответственно, это сказывалось и на здоровье населения, и на продолжительности жизни, и на травматизме и так далее. С этим решили бороться. Боролись яростно. Проводилась антиалкогольная агитация и пропаганда. Сокращалось производство алкоголя и его продажа. Время продажи алкоголя в магазинах сократили. Теперь, скажем, утром алкоголь купить было невозможно. К 2 часам, когда эта торговля открывалась, у магазинов выстраивались огромнейшие очереди. Производство алкоголя сокращено, продажа алкоголя сокращена, антиалкогольная агитация в действии, что на выходе. А на выходе на самом деле очень двойственный эффект. С одной стороны, безусловно, после проведения вот этой антиалкогольной кампании мы видим и повышение рождаемости в Советском Союзе, и падение смертности как детской, так и взрослой, серьезный рост продолжительности жизни советского человека. То есть алкоголь перестал убивать. Но с другой стороны, правительство, резко сократив продажу алкоголя, резко сократило и поступление в бюджет от этой самой алкогольной части. У нас вообще-то государственная монополия на продажу алкоголя приносила существенные деньги в государственный бюджет. Теперь этих денег у нас по большому счету не было. Советский народ, как в основном русские люди, естественно, мириться с тем, что выпить становится все сложнее и сложнее не могли. Поэтому мы видим резкий рост самогоноварения. Конечно, меры за самогоноварение были ужесточены, но тем не менее гнали. Причем, что любопытно, это имело и такой отложенный экономический эффект. Надо было из чего-то гнать, поэтому из магазинов практически полностью исчезает сахар, конфеты, повидло и прочие сахаросодержащие продукты, что усилило товарный дефицит. А из всего этого производят самогон. Производят и подпольно торгуют. Сегодня многие из исследователей говорят, что вот такая не очень продуманная антиалкогольная компания Горбачева привела к тому, что наша теневая экономика, наша складывающая советская мафия на подпольной торголе алкоголем получила огромные прибыли. Еще одним негативным последствием стал резкий рост наркомании и токсикомании в народе. Характерной чертой того времени стали подростки и даже дети, которые одуряли себя нюханием различных химических веществ, в первую очередь клея момента. И по центральному телевидению и в прессе рассказывались такие реально леденящие душу истории про то, как в каких-нибудь там молодежных тусовках люди насмерть задыхались, вдыхая в себя пары вот этих химических веществ, одевая на голову пакеты в надежде поймать любопытные галлюцинации или как тогда говорили мультики. И действительно пили всякую дрянь, нюхали всякую дрянь, курили всякую дрянь. Это тоже было следствием вот этой антиалкогольной кампании. Для того, чтобы сократить выпуск алкогольной продукции, начали массовую вырубку виноградников. В Крыму, на Кавказе, в Молдавии это серьезно ударило по нашей ликероводочной, винноводочной промышленности. Антиалкогольная кампания была в 1986 году дополнена кампанией по борьбе с нетрудовыми доходами. Наше руководство считало, что во многом трудности в экономике связаны как раз вот с ростом коррупции и нетрудовых доходов. Взяточничество, подпольного производства, спекуляции и так далее. Правда реализовали эту кампанию прямо скажем криво. Искать, находить серьезных взяточников дело не самое легкое, а поскольку требуется отчитываться от проведения вот этой кампании по борьбе с нетрудовыми доходами, то зачастую многие руководители среднего звена, в том числе и милицейские начальники отчитывались по количеству раскрытых таких носителей нетрудовых доходов в виде бабушек, которые на колхозных рынках или на городских рынках торговали продукцией со своих приусадебных участков. Вырастила бабка огурчики, помидорчики, пошла ими торговать на рынок, а ее взяли, что бабуля, спекулируешь? Отчитаться можно, борьба ведется. Надо сказать, что народ очень негативно отреагировал на эту кампанию по борьбе с нетрудовыми доходами. И уже к концу 1986 года она как-то естественно сошла на нет. Не то, чтобы у нас коррупция и теневая экономика в стране стало меньше, но по крайней мере вот этот раздражающий многих людей фактор был убран. В качестве еще одного средства борьбы с надвигающимися экономическими трудностями были предприняты государственные экономические программы. В одной из предыдущих лекций я уже упоминал о том, что по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева тогда секретаря Центрального комитета партии по сельскому хозяйству в 1982 году была принята продовольственная программа. Согласно этой продовольственной программе Советский Союз должен был слезть с этой самой хлебной иглы, на которую присел еще во времена Никиты Сергеевича Хрущева. Напоминаю, что с хрущевского периода Советский Союз постоянно был вынужден закупать продукты питания, в первую очередь хлеб за границей, потому что собственных урожаев не хватало. Согласно продовольственной программе с 1982 по 1990 год предполагалось увеличить производство сельхозпродукции в 2,5 раза и тем самым добиться продовольственной независимости СССР. Когда пришло время подводить итоги этой самой продовольственной программы к 1990 году, экономический кризис в СССР бушевал такой, что про эту программу просто никто не вспомнил. И перед страной реально стояла угроза не нехватки продовольствия, а просто тупо голода. Еще одной такой экономической программой стала принятая в 1986 году жилищная программа. Михаил Сергеевич Горбачев, очень любивший круглую цифру 2000, говорил о том, что к 2000 году каждая советская семья будет жить в отдельной квартире или доме. Жилищная программа предусматривала обеспечение всего населения СССР отдельным жильем. И вообще-то, конечно, это было бы очень и очень хорошо. Программа была амбициозная, может быть даже невыполнимая, но тоже мы не можем сказать, была бы она, не была реализована, хотя бы потому, что до 2000 года Советский Союз не дожил, развалившись в 1991. Ускорение социально-экономического развития в 1985, 1986, 1987 год сталкивается с достаточно существенными проблемами. Во-первых, это, конечно, отсутствие экономических стимулов. Советского человека 80-х годов поднять на великие свершения одними идеологическими лозунгами и призывами было уже невозможно. Надо сказать, что вот эта вот социальная пассивность, она пронизала советское общество. Неудивительно, что из-за отсутствия экономических стимулов никто особо работать не хотел, не стремился повышать качество. Зачастую это приводило к ярким примерам халатности на производстве и к техногенным авариям. Еще одной причиной вот этих многочисленных техногенных аварий середины-конца 80-х годов стала усиленная эксплуатация оборудования из-за вот этого многосменного режима работы. Мы фактически столкнулись с тем, что наши основные производственные фонды, фонд станков, фонд оборудования стал стремительно изнашиваться. А поскольку с 87-го года страна находится в жесточайшем экономическом кризисе, рост сокращается практически до нуля, в 91-м году начнется и падение производства в СССР, заменить вот эти изнашиваемые станки и оборудование было по большому счету нечем. Совершенно неудивительно, что вот в этот период страна сталкивается с серьезнейшими катастрофами. Катастрофами именно техногенного характера. Какие из них случились из-за человеческого фактора халатного отношения, а какие в силу износа оборудования не всегда можно сказать. Но тем не менее, в 86-м, 87-м, 88-м, 89-м, 90-м годах количество этих катастроф просто зашкаливает. Можно просто ради интереса поискать в интернете информацию и получить достаточно большой список. Я назову только самые, пожалуй, крупные. 26 апреля 1986 года. Знаменитая Чернобыльская катастрофа. Взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Самая крупная катастрофа на атомных электростанциях до недавних событий на японской Фукусиме. Это действительно был страшный удар и по здоровью советского населения, и по экономике, поскольку на ликвидацию последствий Чернобыля были затрачены гигантские средства, и по авторитету, по престижу советского руководства, которое допустило вот такую страшную катастрофу. В том же, в 86-м году, 31 августа, одна из крупнейших в советской истории морских катастроф. Пассажирский корабль «Адмирал Нахимов» столкнулся в Черноморском порту с другим кораблем. В результате этой катастрофы погибло 423 человека. Еще и природа ополчилась на Советский Союз. В 1988 году, 7 декабря, страшная трагедия в Армении. 7 декабря 1988 года землетрясение в Армении страшной силы. В результате многие армянские города разрушены, а город Спитак в эпицентре этого землетрясения просто стерт с лица земли. По самым минимальным оценкам, вот это землетрясение унесло жизни более 25 тысяч человек. И это была национальная трагедия не только армянского народа, но и всего советского общества. И на ликвидацию вот этой последствий землетрясений в Армении тоже необходимо было тратить феерические денежные средства из-за так тощего бюджета СССР. В октябре 1988 года крупный взрыв на железнодорожной станции Свердловск-Санкировочный. Жители Свердловска, где мы записываем эти лекции, помнят наверняка вот это событие, когда по всему городу вышибало окна. К счастью, в данном случае не очень большое количество было человеческих жертв. Но вот, скажем, в другой крупной катастрофе, которая произошла в 1989 году, под Уфой без человеческих жертв не обошлось. Там 4 июня 1989 года на железнодорожном перегоне в Башкирии на Транссибирской магистрали произошел взрыв газа, утечка из газопровода, накопление газа в низинке. И взрыв, объемный взрыв вот этого газа в тот самый момент, когда по железнодорожным путям друг навстречу другу шли два железнодорожных состава, пассажирских железнодорожных состава. Катастрофа под Уфой унесла около 600 человек, в том числе и около 100 детей. Два пассажирских состава выгорели почти полностью. На ликвидацию вот этих вот катастроф, как я уже сказал, тратились большие средства. И неудивительно, что наш бюджет буквально трещит по шват, тем более, что к 1987 году у нас и по другим, так сказать, источникам пополнения бюджета тоже серьезные трудности. Ну, во-первых, антиалкогольная компания по разным оценкам сократила наш бюджет на 15-20%, то есть от 1,5 до 1,6 нашего бюджета было потеряно. Во-вторых, серьезные затраты советское руководство несет на войну в Афганистане, которая обходится нам в миллиарды рублей ежегодно. Кроме того, сказалась вот та самая нефтяная игла, на которую Советский Союз подсел в 1970-е годы. В 1985-1986 году на мировом нефтяном рынке резкий обвал цен на нефть. Более чем в три раза. С учетом того, что советский бюджет получал немалую долю средств от экспорта нефти и газа, это по советскому бюджету ударило страшно. Сегодня некоторые исследователи говорят о том, что это было не случайное, не рыночное обрушение цен на нефть. Это был сговор между Соединенными Штатами и Саудовской Аравией, которая резко нарастила количество поставляемой на рынок нефти, что естественно вызвало резкое же падение цен. Специально вот эта операция была проведена для того, чтобы ударить по экономике Советского Союза. Насколько такая версия действительно имела место, сказать сегодня сложно. Пока что это полностью документами не подтверждено. Но тем не менее, все больше и больше историков, тем более публицистов, говорят, что вот этот обвал нефтяных цел был совершенно не случайен. Советский Союз получает нарастающий дефицит бюджета. Это была характерная черта советской экономики. Бюджет постоянно, постоянно, постоянно испытывал дефицит. Кроме того, в этот же период, стремясь увеличить благосостояние населения, в результате ряда законов, принятых советским руководством, растет наша советская заработная плата. Что это означает? Это означает, что денег на руках становится все больше и больше и больше. Эти деньги должны быть обеспечены товарной массой. А у нас производство растет гораздо медленнее, чем растет денежные затраты, точнее денежные доходы населения. А за счет импорта, за счет закупки за рубежом необходимого количества товаров народного потребления, мы сейчас в условиях бюджетного дефицита этого неравновесия выровнять не можем. Товарный дефицит в Советском Союзе нарастает. Характерная черта второй половины 80-х это карточная или талонная система. Естественно, не все советские города в одинаковой степени снабжались продуктами. Были города, которые снабжались лучше, были, которые хуже. Естественно, лучше снабжение было в столицах. И вот туда в столице отправляются целые колбасные электрички. Когда, например, жители того же Подмосковья ехали в Москву скупать там в московских магазинах товары, которых в Подмосковье просто не было. У москвичей это вызывало раздражение. Полки магазинов пустеют. Чтобы с этим справиться, к концу 80-х годов практически по всей стране вводятся талоны, ограничивающие количество тех продуктов, которые можно получить, за деньги получить, купить в магазине. Я вот помню, в 86-й год появляются талоны на масло, на сливочное масло в магазине. А дальше пошло по нарастающей. Практически все товары, так или иначе, к концу 80-х, к началу 90-х продаются по карточках. В условиях того, что Советский Союз держит официальный курс доллара в районе 64 копеек за 1 доллар, в стране нарастает скрытая инфляция. Товаров не хватает, чтобы покрыть всю денежную массу. И это подводит наших руководителей к мысли о том, что нам необходима радикальная экономическая реформа. Таким образом, к 1987 году кризисные явления в советской экономике нарастают, что должно было привести к какому-либо разрешению. Чтобы справиться с этими явлениями, наше партийное руководство готовит экономическую реформу. Об этой реформе мы поговорим во второй части лекции. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин